сегодня скучно не будет грозовой фронт еще не дошел мы про это тоже поговорим правда есть вещи более актуальные для тех кого грозовой фронт не тронул и так несколько важнейших тем надеюсь будет не скучно туда где в канал садосу по железу прислал эту фотографию от андрея все они с абрикосом азушки вот как надо поддерживать мою жизнь присылать побольше всяких фото и так что нас ждет впереди друзья начинается осень почти начинается осень и впереди сейчас прошу прощения добра что-то не так так сейчас только антон валерьевич дал добро но появилась как я вместо снова начать нуля я начал две минуты назад ладно я продолжаю раз меня слышно так надеюсь всем слышно это брат окажется у него сразу не включилась и так что мы имеем впереди осень я получил сотни сотни вот таких фотографий моя папка с фотографиями из садов россии ну добавим сюда украина белоруссия казахстан прибалтику распухнет до неимоверных размеров в этом году это уже мой бенефис это мой триумф почему это важно сейчас вам объясню а это вот пожалуйста 23 год наверное андрей живет южнее наверное я знаю несколько андреев так отзовется ольга латинкова значит смотрите тоже абрикосы но вы знаете кто такая ольга это дочка нашего покойного гения или сеть латинкова вы знаете как это как легко стало называть гения гения вот пока был жив бывал язык не поворачивался один из лучших садовода в россии это латинков или допустим один из выдающихся и вот только когда он на том свете мы можем называть как-то стеснялись именами вот это . гения латинкова вот наверное это еще пока наследие папы а вот мое наследие видите вот эти вот абрикосики ну 500 или 1000 не помню я выслал ее подарок вот что то что поддержать это направление так что сильно марла наше дело дружище царство тебе небесно пересечь вот эту фотографию мне прислал это начало 3 это очень важно иначе зачем живем в этих умирающих садах заходить страшно я вам покажу такие чудеса это будет вторая половина это когда начали за здравие потом за упокой вот что пишет сергей валерий константинович здравствуйте это ваш пирсик который мне прислали в ноябре девятнадцатого года значит его двадцать двадцать один просчет его до прошлом году было три пирсика это зимой замерз порт снега а так погодите вот они тут и пирсика это значит этого года так как ты короче прирост весны полтора метра а нижней ветки с перчиками в общем да пусть сыграем это как эту тему обыграем как это укрываем все что выше снега замерзла все что по снегам ешьте хоть лопните эти персики которых будет сказано еще больше и больше поняли да не надо рисковать или южная россия центр россии те кто хочет заняться селекции вроде меня по принципу посадила там хоть сдохни он еще путь не всегда сдыхает а сейчас и даже не сдыхает а тут уже это сам наиболее ну как бы сказать отбор произведен но замерзла выше снега а могло и не замерзнуть вы знаете во многих регионах сейчас только позвонил мне евгений из приморья то я для вот вы понимаете это самая юг россии этот по моему все вспомнил это где-то доме не слышала да там все католинские горы там чем больше тем мороз до 40 а тут-то откуда и вдруг он мне говорит валий красоте лишь ваш выражает состоялся все нормально я вижу евгений вот сейчас у меня прислал эту заказ на привычный моих так последний из магика последний который на рынке коротко пару лет назад сделал фотографию стоит тут вот такие сливы вы понимаете стоит виду второй ритм по моему ящика струбики сливы продает свои не вот эти южные отравлены это был сентябрь месяц или октябрь но это все такое и вот стоит и у него самые настоящие абрикосы сабота не этого не свежий это уже 20 вот просто это значит что он сберег а это такая море чайшая редкость когда восточно-сибирскому россиян правильно байкалова и вот они вот они а здесь он что все что у него на фотографии он бросил своими руками и чаще случаи а что я вам еще рассказывал все-то рано на упокой перешел смотрите справа женщина торгует южными санксами молодец вспомни это как она на меня орала не снимать предъявите поэта разрешение на съемку от кого разрешение орала на меня пока и отвязался я пошел слева за ним смотрите а там одна одна из фотографий на той фотографии не просто там рекламная и вдруг учебная саженец и вот на таком холму пошел я сразу расплылся подхожу так корот открыл сказать ну какие вы молодцы вы учите людей правильно садить это один случай на 1000 а как они постами и ушел я если помните еще когда я ухожу с сайта и вышел на улицу иду и барбачу все же здесь такая что даже мир я была шарашен я была при этом вот это есть современные наши а потом он мне присылает вот это вот самое это я фотографию сделал прямо из этого экрана это ролик снял небольшой огромные саженцы вот люди стоят они еще полтора раза длиннее чего вот эти люди и вот он пишет подпись его братья киргизы старегут садоборских последнее слово я убрал чтобы садоборцы не так обижали вот понятно да ладно середина лета 17 июня я сфотографировал тут это торгуют эти самые киргизы и вот они до сих пор продают сегодня еще месяц накидом сегодня 17 июля состоят только мне теперь хорошим делом том что на этом фоне да вот те которого стресс не вы так получилось что вокруг меня собираются самые порядочные люди или я вокруг их собираюсь вокруг самых порядочных людей видите но жизнь штука сложная помните эту шутку рисунка сложный сказал ёж слезаю супер на щетки так идут здесь только сложно значит вот эти персики все из прошлогодние здесь вот буквально в метре до это сам сарай поэтому здесь всегда птень они поэтому плохо выросли вот но я их оставил себе навсегда зато здесь ветра нет а она для вас это я просто показать эту женщину зовут её значит Юлия Сергеевна верняка она для вас приготовила 50 персиков которые сегодня вот прям такими же даже лучше под вечерами здесь полутень она пришла 50 персиков десять из них уже это самое где-то обычно мы высылаем конец сентября начало октября у нас время высылки этих самых она как бы совершенно для себя потому что извините тяжело живется я и сказал вот тебе кусочки вырастешь 50 вырасту сейчас продаж первый же человек который из подмосковья не обратился вот я уже один раз рекламировал честно говоря я ему подсказал нарезал я говорю пусть будет от фонаря по 700 рублей это недорого это же пирсик видите вот он все а возможности большие условия поставил 10 штук у неё купите чтобы одну посылку тысячу на пересылку вот ну и получается 10 по 700 и тут же нашелся один человек то есть 10 уже пристроен единственное что предоплату она не берет до самого момента высылки такое правило мало ли чего эта жизнь случится что потом случится что-то вспомните эти гора тураган лучше нибудь не должен вот это ее бизнес 50 надо будет это а следующий время обратиться за следующий час говорим 800 посмотришь дело пойдет чувствуете когда-то напрягаться все срочно надо звонить я хочу чтобы этот бизнес было лично у меня голова не болит черенки шелковицы которые лечебные и полезные ягоды долгожители в общем много названий на юге на севере мы чуть ниже поговорим что такое север вот получается что я отдал на полюбуйтесь сеянцевый персик сеянцевый это красанский саду этого самого это второй этап он начинал с моих привитых чернобаев да вот кстати приезжал к риму к нему снял фильм все прекрасно знал вот он сразу не пойти в камеру Железово упоминая значит Селевуника Железово персик Хасанский Железово Молденделеш Железово лесная красавица Бергия Железово еще несколько нормально но как-то про Железово как-то забыл сказать неприятно было смотреть этот фильм но зато все таки это не поленился приехал в Сибирь теперь следующий момент вот это вот правда я тоже подбирал фотографию но как это тоже Сиенис это мое лучшее дерево это Сиенис но Минусинский вот это я к тому чтобы не жалели денег на десяток персиковых сеянцев пока следующее будет уже 800 рублей я просто держу руку на пульс это мой совет можешь хоть на полторы продавать потому что они того стоят и 2 и 3 и 5 тысяч за Сиенис персик говорит то есть считай маленькая цена другое дело что те кто у нас богатые они купят управленные у них нет проблем вот а в своем саду садят всякую ерунду потом они эту ерунду после год ну вы знаете фильмы смотрите шары, пальметы, квадраты, самые противные кубы а потом в этом саду искалеченном с отрицательным биополем живут а это встается только нам поэтому дорого не продашь зато простые люди смогут иметь свои 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 вы увидите вот они вот сможем здесь захотим так еще и четвертый год смотрим дальше дальше будет опять и за здравия и за упокой но это в июле я еще не закончил и так вот эти вот их доберется 100 200 это так получилось не попали под бензокосу потому что сельско близко росли прям при слове круг самосел 300 рублей не деньги 10 штук 3000 пересылка накинем еще тысячи того 4 налетай расхватывай подешевел 300 рублей я вам на прошлом бензале показывал что еще пять лет назад молдаване продавали свои саженцы с помощью моей фотографии объявление было по 500 рублей написано жесткие я уверен что все 10 20 30 тысяч они привезли сюда на мертвой а эти про них особый разговор вот а то что я началось это вот это ребята не случайно хотите не такой юли сергей не вот или сергей ну у него в основном привитое а там вообще вот так следующий момент шелкович еще пару слов уже несколько фирма снято это Алексей Карл Алексей Иванович так значит я с его подачи тоже значит так это было в двух местах написано о том что отвары снижают сахар вот этот отвар видите снижают сахар у меня съедился где-то в среднем было 8.5 сейчас 8.2 может в случае не знаю посмотрим вот я всего 4 дня пью эту гадость ну вообще-то гадостью было бы ладно проехали так а не смотрите что пивная кружка я себе пива вообще не пью скажите откуда она взялась мне или себе вы подарили вот но дело в чем она очень хорошо только из-за объема и когда наливаешь быстро температуру сбивает за счет своей это массы объясняю нормальным лидом вот когда-то мы делились на нормальных граждан России в советское время было много недостатков но у нас было пиво пиво было живое через несколько дней если его не выпивали оно начинало портиться появлялся осадок вспоминать но мы его выпивали потому что у нас никогда пивом не баловали россиян бывало его сервисное все бывало не так это это но это было настоящее пиво когда прошла перестройка с нас сделали бомжей как раньше бомжи я не отвлекся я говорю только о том что наболело само себя я не могу выпить ни одно этого попробовал когда-то травился как как будто свинья какая-то травили меня этим пивом вот я потом подумал как это выглядит и так значит пиво стало много оно могло месяцами лежать но тогда бы оно использовалось и мы выбрасывали чтобы этого не случилось делаю первое дешевым недоброженное пиво добавляет спирт так недоброженное а получается то о чем мы с презрением говорили что у нас шиво так где-то даже еще а я уже забываю ешь пиво с спиртом или пиво с водкой вот только для бомжей для печей а теперь вся страна включая девочек молодых подростков вот которые уже в розовом состоянии заканчивая вы это не знали? вот я имею ввиду не вас помните какая-то знаменитая песня была последняя фраза эй начальник ты начальник знаешь об этом? что огромное количество мальчиков и девочек посадили на этот ёрш и они уже алкоголики они не могут теперь без этого жить это я знаю не по-наслышке я живу в этой среде так вот значит эй начальник куда мы идем? может с вами так правильно правильно это вы 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 ну вы вы Продолжение следует...